Январь 1931 года, 9-й съезд ЛКСМ с 16 января по 26 января. Но он особенно ничего не решал, все-таки в ЛКСМ это такой был приводной ремень среди молодежи, то есть они проводили линию партии среди молодежи, а линия партии решалась на съездах партии. Но тем не менее подвели определенные итоги, 3 миллиона комсомольцев на тот момент. Комсомол активно участвовал в национальном строительстве, которые как раз все современные представления о национальностях, современные российские, по большей части придуманы при Сталине и комсомол непосредственно это все реализовывал. Они там спокойно новые национальности создавали или старые сливали, как там уж партия скажет. Параллельно, правда, шла разработка хоть каких-то национальных стандартов, то есть для многих языков действительно создали стандарт, литературный язык, это тоже все проходило. Но, правда, исключительно в целях партии это все осуществлялось, не в целях тех людей, для которых это делалось. Аналогично были доклады о колхозном строительстве. Комсомол активно участвовал в колхозном строительстве, правда, обычно они там самые плохие были, потому что, будучи молодыми, они ни хера не понимали, сами не работали, чужой труд не ценили. Им вбивали в голову какие-то схемы примитивные, коммунистические, и они их самым дебильным способом осуществляли. К тому же, опять же, будучи молодыми, у них там были всякие личные счеты, девочки, мальчики, друг с другом там где-то подрались и потом пошли родителям мстить. Поэтому комсомол в 30-м и в 31-м году, когда было активное раскулачивание, был самым неадекватным, и на него сплошь и жаловались на перегибы сами же коммунисты. Тем не менее, естественно, на съезде в ЛКСМ они отчитались в лучшем виде, что вот они там все прекрасно коллективизацию осуществляют и народ просвещают. Также комсомольцы, естественно, будучи молодыми хулиганами, наиболее агрессивно действовали против религии. Помимо этого, им дали новую задачу именно на 9-м съезде, а именно поддерживать военно-воздушный флот. Они выдвинули лозунг комсомолец на самолет. Но это непосредственная подготовка к войне. Я уже рассказывал, что провели первый воздушно-десантный прыжок в 30-м году. И вот всю молодежь посадили тоже всячески пропагандировать десантников, которые тогда только появились, и летчиков. Выступило несколько молодых летчиков, которые уже имелись, летчица Ромашковцева, летчик Чемоданов. Но в целом летчики были такими героями молодежи. Это все было на переднем краю технологий, только-только самолеты появились. Ими увлекалась и американская молодежь, и западная различными летчиками. Я рассказывал про наиболее известных американских летчиков. Все это были герои того времени, и таких же героев решили завести в СССР. И вот этот культ летчиков вести, чкалов опять же. Массовая культура СССР во многом делалась по американским шаблонам, как, кстати, и промышленность. Промышленность, я говорил, доходила до того, что завод построят в Америке, разберутся, берут в СССР. Аналогично вот этот культ летчиков, который через комсомол вводили, это американская штука, которую решили в СССР вести. Ну, значит, песню сделали «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», и там весь этот зал, весь девятый съезд волка СССР пел песню «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», вместо сердца пламенный мотор. Цыганский театр «Ромэн» в январе 1931 года создают вот еще пример сталинского нацбилдинга. Вот национальным строительством очень сильно занимались и в 20-е, и в 30-е, со всеми плюсами и минусами этого дела. Поэтому я говорю, национальными вопросами не стоит пренебрегать. Это типичный очередной идиотизм наших либералов. У нас какую-то совершенно идиотскую оппозицию создали, такое впечатление, что ее создал Путин. Потому что, допустим, национальным вопросом они не занимаются, а это важнейший в нашей многонациональной стране. Вот в отличие от них, Сталин национальным вопросом занимался чуть ли не в первую очередь. Там сразу после индустриализации у него национальный вопрос стоял. И это, в общем-то, совершенно верно в наших условиях. Французские условия, еще раз повторю, нас не интересуют. Это как-то где-то там у них. Ну так вот, цыгане. Цыгане, все-таки, они как бы были касты в Индии, я рассказывал, которые специализировались в том числе на пении и танцев. И ту же деятельность они у нас продолжали. Цыгане у нас были известны, ну, в частности, они же были известны Германии, а наша культура в XIX веке на Германию ориентировалась. Перевели у нас оперетту Штрауса «Цыганский барон», например. И там подключили настоящих цыган. Вот конец XIX века, допустим, как у нас цыгане появились на театре. Вот цыганского барона поставили, австрийского, да, и там, короче, вот были уже цыгане. Короче, были трупы цыганские, которые время от времени выступали на театрах. Такой статус. В основном цыгане были по ресторанам, соответственно, они воспринимались как такой часть буржуазного образа жизни. Тем не менее, была даже оперета «Цыганская жизнь», то есть кое-какие тексты о цыганах в России тоже были, и их цыгане сами и ставили. Было такое. Вперед НЭПа. Во-первых, как атрибут буржуазного образа жизни цыгане процветали при ресторанах. В целом цыган комсомол и прочая официальная культура цыган не любила и говорила о цыганщине. То есть вот они там пели песни простые, достаточно о любви, о смерти и о прочих всяких проблемах, не относящихся к проблемам советской власти. Поэтому цыганщин в целом 20-е не любили. В то же время, в 26-м году, Сталин решил перевести цыган на оседлый образ жизни и запретить им кочевать. В начале 30-х они начали казахов, тоже запретить казахам кочевать и так далее. Вообще, Сталин предпочитал, чтобы люди не кочевали, а сидели по прописке, откуда их можно было бы мобилизовать, допустим, в советскую армию. И этого он добился. Сельские кочевники примерно как раз так войне и были ликвидированы. Ну и в том числе и цыгане тоже ему не нравилось, что кочуют, но цыгане окончательно осели, наверное, 50-е годы. Поскольку у них это прямо национальная традиция кочевать, в 20-е ничего не получалось. Но с 26-го года начали их призывать кочевать. В 23-м году была создана первая комсомольская ячейка среди цыган в цыганском хоре Полякова. Активисты этой ячейки, с одной стороны, они агитировали цыган переходить на оседлый образ жизни, а с другой стороны, они предложили советскому правительству создать цыганский театр. Что у цыган все-таки традиционный образ жизни, это петь и танцевать. Вот так они правительству объясняли. Если вы хотите, чтобы они были оседлые, ну хотя бы самые лучшие цыгане, ну сделайте вы театр, тогда цыгане будут понимать, зачем им на одном месте сидеть, что они будут выступать в театре. По крайней мере цыганскую элиту вот таким образом прикормить, а они уже будут эти идеи распространять в народе, что нужно переходить к оседлому образу жизни. На самом деле, да, проводилась также определенная языковая политика. У меня, кстати, есть тот клип «Цыганский язык», где я подробно лингвистические проблемы излагаю цыган, до сих пор нерешенные. Ну так вот, был даже цыганский журнал «Новый путь», в котором пропагандировалась идея театра, идея оседлости. В октябре 1930 года вот эта группа под руководством инженера Олега Егора Полякова, там также Сергей Поляков, такой были, короче, несколько активистов цыганских, они обратились к Луначарскому, который был нарком просвещения, с предложением создать профессиональный театр «Цыган». Значит, 25 декабря 1930 года они устроили приемные экзамены в студию цыганского театра, куда пришло огромное количество цыган, но по большей части они их забраковали, потому что им нужно было советское такое искусство. То есть цыгане им демонстрировали то, что они в ресторанах исполняют, а это их не устраивало. Поэтому отобрали только 20 человек, как они там написали, без налета эстрадности, штампов и мелодраматического надрыва. То есть вот это традиционное цыганское ай-лю-лю не устраивало руководство, они хотели советский цыганский театр создать. И вот 24 января 1931 года, ключевой такой момент, состоялось открытие индо-ромынского театра-студии, так это называлось, сейчас это называется, естественно, театр «Ромэн», который мы все знаем. Значит, месяц они с ними позанимались и что-то вот показали в конце января, но все-таки потом оказалось, что все-таки дисциплина низкая, привыкли все жить в таборе, режиссера посылать нахуй, сработают они плохо с точки зрения советского искусства, надо вокал ставить, надо сценическую игру ставить. В общем, промучились они с цыганами до мая 1931 года. В мае 1931 года они показали все-таки представление в двух частях, напоминающие агит-бригаду, было представление на цыганском языке и для цыган. Сочетались, короче, выступления с призывами переходить к оседлому образу жизни, а также с обзорами истории цыган, то есть там чисто для цыган было на цыганском языке, всякие выступления, которые чередовались с эстрадными номерами. То есть где-то полгода там на дрючере, через полгода они хоть могли какие-то вот песни и пляски исполнять в советском стиле, но на цыганском языке. Вот примерно такой вот смесь из речей и танцев была в мае 1931 года продемонстрирована, после чего они дополнительно получили финансирование. Это вся фактически агит-бригада. Режиссером-постановщиком стал Моисей Гольдблат, художником Александр Тышлер. После этого они продолжали постоянно вести приемные экзамены. Сами они отмечали в всяких воспоминаниях, что цыгане очень любили на эти экзамены ходить и всякие песни исполнять, но брали они мало. Хотя в целом им нравилось, что соберутся новые цыгане и штаборные все равно. Давайте еще цыган соберем и приемный экзамен устроим в театр. Послушаем, как все поют и так далее. Короче, самой приемной комиссии это нравилось. Здесь устроить очередной шурум-бурум на советские деньги. Ну, так или иначе, 6 декабря 1931 года театр Ромэн, они добились статуса профессионального театра, около года они даже готовились. 16 декабря 1931 года они показали трехактный полноценный уже спектакль, они о гидбригаду, по пьесе цыганского писателя «Жизнь на колесах». И это был спектакль именно о переходе к оседлому образу жизни, который как раз рекламировался. Ну, вот у нас же роман, есть «Цыган», из которого сделали телесериал, он тоже, именно вот это же пропагандирует, что цыган должен жить в деревне, не кочевать, жениться на русской бабе и так далее. В 1930-е постепенно выяснялось, что у них аудитория цыганская довольно ограниченная, и все больше ходят русские на это смотреть. Кроме того, проводилась русификация цыган. Поэтому в 1930-е они начали ставить наполовину на русском и на цыганском. Допустим, они поставили спектакль «Цыганы» по Пушкину, где сначала все говорили на цыганском, потом появляется Олег, и он говорит на русском, и все с ним на русском говорят. То есть смешанные они спектакли ставили. Или у них отдельные песни были цыганские, а сцены были русские. Или они там выходили в начале сцены, говорили на русском, сейчас будет то и то и то, а потом сцена шла на цыганском. Короче, выкручивались. К концу же 30-х там начали вводить просто МХАТовскую школу, то есть систему Станиславского русскую, полностью игнорируя там все традиции цыган, как они считают, что нужно ставить. И ставили спектакли просто русские, ну где есть цыгане. Допустим, Макар Чудра Максима Горького, Олесия Александра Куприна, Кармен Проспера Мереме. То есть ставили обычные классические европейские спектакли в европейской же манере. Но там, допустим, есть цыгане, может быть, там пару песен на цыганском исполнят, потому что театр поэтому цыганский. С 1940 года полностью на русском языке. Но это позволило, с другой стороны, работать на широкую аудиторию. В то же время это отражало тенденции к русификации цыган. То есть сначала они в 20-е, в 30-е переводили на оседлый образ жизни, а в 40-е уже началась просто русификация цыган. Даже в цыганском национальном театре единственный, который был более-менее, так сказать, какая-то культурная автономия у цыган. И там тоже все на русском языке ставили. В войну они, честно, на фронте работали. Исполняли и на фронте, и перед мобилизованными. Ромэн довольно много. Значит, 1200 спектаклей проводили на фронте. И 700 концертов. После войны стали совсем знаменитыми. Ездили во всяческие международные командировки, по всему миру гастролировали. Где-то 50-е, 60-е, 70-е. Как раз в СССР пошел интерес к народным традициям, и цыгане опять возродились. На цыганском выдавали спектакли, по всему миру показывали. Правда, говорят, каждый раз, когда они куда-нибудь за рубеж выйдут, какой-нибудь цыган там убежит от советской власти нахер. Так что, в конце концов, они уже боялись за рубеж выезжать. Ну вот, но потом, может быть, я еще расскажу. Такая колоритная история из 30-х годов, что вот создали театр цыганский. В США комиссия Викшерема, это комитет, который Гувер создал еще в мае 29-го года, по поводу соблюдения сухого закона. Значит, полтора года они заседали, и дали отчет такой, что фактически не соблюдается сухой закон. Он приводит к тому, что все равно пьют, но деньги идут в мафию. В полиции совсем типа озверели. Полиция массово нарушает законы. Вот то, что менты, кстати, законы нарушают, далеко не только наши проблемы. В США она постоянно, наверное, в фильмах американских фигурирует, она и в прессе постоянно обсуждается американская. Вот, короче, массово все все равно пили. Сформировался сервис мафиозный, который это все продавал, массово продавал. Чтобы это все... От полиции же требовали цифр, чтобы они кого-то ловили. Чтобы преодолеть, полиция применяла самые зверские методы. Короче, ну и, естественно, коррупция была, и подкупали полицию. Короче, творился бардак вот в этой именно сфере. Обычно американцы сплошь и рядом не поддерживали, что тоже отражено было в этом отчете. В общем, они вывод какой сделали, что да, все массово уклоняются, полиция не способна эффективно против этого сопротивляться, только отдельных каких-то, которые совсем уже лоханулись, ловит. Один из членов комиссии сказал, что, видимо, надо отменить, но вся комиссия вывод какой сделала, что значит, надо ужесточить репрессии против сторонников алкоголя, значит, надо жестче вести, надо дополнительные полномочия полиции. Но тут же все на них обрушились обозреватели, был такой Франклин Адамс, прям стихотворение написал, что, дескать, в этом отчете, значит, пишут, что сухой закон не соблюдается, но нам это нравится, он наполнил нашу землю пороком и преступностью, но тем не менее мы за сухой закон. Пошли карикатуры и так далее. То, что вот все равно пьют, деньги уходят в криминал, а сторонники закона требуют еще жестче установить фактически диктатуру полиции, чтобы полиция нарушала элементарные права человека, могла ворваться в помещение и так далее, потому что иначе мы не можем обеспечить соблюдение сухого закона. В общем, вот с этим моментом зашло уже конкретно общество в тупик, ну и скоро этот сухой закон США все-таки отменят.